Я бы хотел задать вопрос. Вы, наверное, видели вчерашнее заявление при секторе МИД Армении относительно слов Сергея Викторовича Лаврова в Баку. Там отмечалось, что... У меня единственная просьба, чтобы на экран вывели верилк, а не международную жизнь. И хотелось бы попросить вас прокомментировать это заявление, в частности, то, что не один из пункт не выполнен, кроме девятого пункта. И вот этот момент, что, в частности, заявление главы внешнеполитического ведомства России не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Да, мы видели вот эту вот реакцию армянского МИДа на высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это очередной пример линии официального Еревана на возложение вины за собственные ошибки, за собственные стратегические просчеты на других. В частности, в данном случае на Россию. Но у них, в общем, мы же видим, политика определена таким образом, что нужно найти просто виновных, кого бы то ни было, в собственных неудачах. И, видимо, так сказать, все нормализуется. Я напомню, как звучит пункт 9 заявления лидеров России и Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Собственно говоря, на этот пункт иссылался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Прямая цитата. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахичеванской автономной республики с целью организации беспрепятственного движения граждан с транспортных средств, грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Конец цитаты. На этом направлении была проделана большая работа в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Было проведено в общей сложности 12 заседаний, по итогам которых удалось достичь существенных подвижек. Так, по просьбе армянской стороны было решено не увязывать запуск железнодорожного сообщения с автомобильным. На последней встрече в Москве 2 июня 2023 года затверждены принципы суверенитета и юрисдикции сторон в отношении проходящих по их территории маршрутов, на чем настаивал именно Ереван. Я надеюсь, что у тех, кто опубликовал упомянутый вами комментарий, будет достаточно времени, чтобы прокомментировать еще и это. Урегулированы вопросы международного транзита грузов и их таможенного контроля. Тем не менее, выйти на окончательные договоренности по запуску железнодорожного сообщения не удалось именно из-за неуступчивости армянской стороны по вопросам погранконтроля. Ереван отошел от ранее согласованных позиций, стал наставить на принципе, как они это сформулировали, взаимности в отношении присутствия российских пограничников, требуя, чтобы они находились не только на армянской, но и на азербайджанской стороне. На, так сказать, что ссылались, непонятно, потому что текст соглашения я вам только что процитировала. Так вот, вопреки процитированному мною пункту 9, трехстороннего заявления лидеров от 9 ноября 2020 года, кстати, я должна просто обратить внимание, может быть, и от этого потом МИД Армении откажется, он был подписан, в том числе, премьер-министром Пашиняном, президенты Армении отказались согласовать проведение контроля за транспортным сообщением силами погранслужбы ФСБ России. Кроме того, Ереван не взял на себя никаких обязательств по срокам запуска автомобильного маршрута между Азербайджаном и Нахичеванию. Впоследствии армянские власти пошли на поводу у своих новых западных друзей и фактически заморозили совместную работу в трехсторонней рабочей группе. Только вот каких-либо практических результатов в плане разблокирования коммуникации в интересах Армении это не дало. К сожалению, официальный Ереван в очередной раз действует по указке Запада, упускает возможность не только наладить транспортное сообщение с соседями на благо национальной, собственной национальной экономики, в том числе за счет реализации своей идеи перекрестка мира, но и поспособствовать нормализации обстановки в регионе в целом. Со своей стороны, сохраняем приверженность усторонним заявлениям на высшем уровне, которые были достигнуты в период с 2020 по 2022 года. Комплекс этих договоренностей остается без альтернативной основы для армянно-азербайджанского регулирования, в целом достижения стабильности, безопасности и процветания на Южном Кавказе. И мы призываем власти в Ереване не позволять Западу пустить под откос многолетние усилия по установлению устойчивого мира в Закавказье. И, как все-таки представляете, это особо актуально, учитывая одержимость США и ЕС, идеи выдавить Россию из Южного Кавказа, вбить клин в наши отношения с Арменией и другими странами региона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok